приветствую друзья всем добра и здравия сериал всемирного безумия продолжается помните как с начала мирового сдвига по фазе осознанные человеки начинали делиться разными методами как купить в магазине без маски как пройти в метро без маски ну а нынче уже вторая часть марлезонского балета под названием qr кошмар теперь начинаем говорить как купить в магазине без клейма как пройти в метро без клейма но и т.д. и т.п. ну естественно первым делом действуем по вексельному праву на любые предложения показать qr коды отвечаем не акцептом то есть не принимаем их предложение подойдет любая фраза по смыслу передающая суть того что вы аферту не акцептуете например нет благодарю предложение не принимается или нет контракта с вами или просто без акцепта таким образом вы проявили волю и отказались от возможного навязывания вам какого-либо действия однако работающие в магазинах ресторанах метро люди не всегда большинство вообще никогда не поймут то что вы им только что сказали поэтому им также необходимо перевести на их язык то есть на язык тех мнимых законов которыми они предпочитают пользоваться даже исходя из этих самых так называемых законов которые им же не существующие государства и предписало исполнять они могут оказаться мягко сказать в неудобном положении и так в дополнение к уже сказанным поясняем им что они не являются также органами законодательной исполнительной или судебной власти что они не имеют права на ограничение прав и законных интересов человека например предусмотренных статьей 13 323 фазе так называемой врачебной тайне говорим что их действия подпадают под диспозицию статей 127 136 330 укрф нарушает пункты 4 и 5 статьи 14.8 их же рфовского клапа а также препятствует свободе передвижения поэтому рекомендовать могут обязать нет также самим служащим работникам продавцам контролером владельцам заведений если вдруг таковые нас смотрят советуем обратить эти действия в свою пользу то есть все перечисленное озвучивать ну если есть в этом надобность вашим же клиентам пассажирам покупателям с обязательным указанием на то что вы не можете никого и ни к чему принуждать как это прекрасно продемонстрировал вот этот сотрудник росгвардии вы должны руководствоваться только законом прежде всего конституции российской федерации я же вам только сейчас объяснил праве передвижения ограничить только человека может федеральный закон я же приезжаю сюда потревожено кнопки выясняют мне сказали вызвать вас сказали вы все знаете я вот вам сейчас объясняю это я приехал по вашей тревожной кнопки которые вы нажали административного правонарушения председательных уголовных действий здесь я не вижу вот на данный момент все хорошо я сам руководству передам спасибо я вам сейчас донесу к нам претензии есть какие-нибудь к вам нет спасибо у вас есть? так Ельмира я вам сейчас объясню требования QR кодов это незаконно вы можете только рекомендательный характер то есть вы можете только рекомендовать всем осознанным желаю благ всяких и дел благих а иным зрителям скорейшего пробуждения до встречи